Всем привет! С вами Мария и Георгия Короленко, компания Florarium Plants. Мы находимся в аптекарском огороде, в бывшей галерее аквариумов. Здесь немного печальная ситуация. Она примерно такова, что где-то года полтора назад мы подрядились ее переделать во флорариумы в обмен без финансирования, но в обмен на зарплату. Но скрывать не будем. Прошло время, зарплаты нет. Вернее, не видим, а у Ботсада совсем плохо с деньгами сейчас в свете последних событий. Мы тоже не миллиардеры, мягко говоря, поэтому у нас денег особо не было. И ресурсов на этот проект тоже. Но, тем не менее, мы тут посидели, подумали и решили, что пришло время им заняться. Изначально планы были очень грандиозные, но в отсутствие финансирования будем собирать на коленки, как говорится, все. Собственно, мы уже начали сливать, начертили первые проекты. И будем просто переделывать имеющиеся емкости. А там уже как жизнь пойдет, скажем так. Будем надеяться, что все наладится. Собственно, вот первая емкость, которую мы сегодня будем переделывать. Мы уже заказали длинные стекла. Это был аквариум. Мы слили. Гоша отрезал стекло. И сейчас мы будем здесь уже приклеивать новые стекла. Вот Георгий их несет. И, 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 и. Сегодня будем их приклеивать и покажем, что в конце получится. И, 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 и. И, 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 и. И, 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 и. И, 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 и. С топовыми диодами Samsung LM301 и еще и с линзами. Линзы 60 градусов, они направляют свет только вовнутрь нашей емкости, чтобы он не бил в глаза. Для большой высоты существуют линзы 30 градусов. Вот так выглядит светильник. Это драйвер. Драйверы, естественно, диммируемые. Можно регулировать мощность освещения. Максимальная мощность светильника с таким драйвером 60 Вт. Можно разогнать их до 120 Вт при помощи другого драйвера, но тогда придется ставить радиатор. Так они работают без радиатора. Просто такая вот плата. Светильник толщиной всего 2 мм. Соединять оба светильника будем через вот такой вот тройной кабель, чтобы не плодить лишние провода. Соединения все, кстати, герметичные. Шланг вставляется внутрь форсунки примерно на сантиметр. И он должен с заметным звуком защелкиваться. Если его не до защелкнуть, соединение будет протекать. Меньше чуть-чуть. Доведем шланг до края. И используем уголок для поворота. Продолжение следует... Продолжение следует... Чтобы шланг потом не болтался, мы приклеим его силиконом. Всевозможные крепления на двухсторонних скотчах и тому подобное не держат. Шланг при работе насоса вибрирует. И рано или поздно это все отскочит. Силикон это надежно. И всегда, если что, можно отрезать ножом. С форсунками мы на сегодня закончили. Подключать их не будем, потому что линию от осмоса до сюда еще мы не протянули. Сейчас будем собирать все вот эти соединения, фитинги, проходные муфты. Всего у нас тут есть три отверстия, три фитинга. Для чего они нужны? Левое отверстие и правое, они находятся ниже уровня воды. Это будет вход и выход внешнего фильтра. Верхнее отверстие это контроль уровня воды. Если вдруг система опрыскивания сработает как-то неправильно, сломается таймер, она будет работать постоянно. Чтобы вода не текла через край, через бортик вот этот, излишки воды будут уходить через контрольное отверстие, прям в канализацию. Начнем тогда собирать. Фитинги мы используем очень качественные, цанговые. Они хороши тем, что в отличие от клеевых, их всегда можно все соединения разобрать. Ну или перенести в другую банку, либо заменить какие-нибудь части труб. Сначала скручиваем все гайки и просовываем в фитинг наше отверстие. Резиновое колечко должно быть со стороны воды. С другой стороны одевается вот такое пластиковое колечко, чтобы можно было закручивать гайку, чтобы она не контрилась. Далее у нас уже есть нарезанные вот такие вот пластиковые колечки. трубы. Я это сделал заранее. Эта труба диаметром, внешним диаметром 25 миллиметров из ПВХ. Для таких штук можно использовать и меньший диаметр, но у нас были просто вот эти фитинги такие, вот, и сверло по стеклу было именно такое. Поэтому взяли, что есть. С одной стороны этой трубы одеваем решетку заборную. Это от обычного фильтра HEM. Продеваем насквозь. Продеваем пластиковую. Сейчас. Наверное, проще сначала с этой стороны одеть зажимное кольцо. И теперь с той стороны закручиваем гайку. Теперь это резиновое колечко плотно облегает трубку и вода никуда не денется. Нам необходимо сделать поворот от этой трубы вниз, чтобы шланги от фильтра не перегибались. Для этого используем уголок, переходничок и елочку, так называемую. Это все клеевые соединения. Клеить будем клеем для ПВХ тангит. Это специально для вот таких серых труб клей. Сначала соберем вот это соединение. Каждая часть по очереди. Клея особо не жалеем. Мажем жирно. Продолжение следует. Застывает очень быстро. Минут через 15-20 уже можно набирать воду и проверять на герметичность. Но сегодня мы это делать не будем. Минут через 15 минут. Благодарим. 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 Все, наше соединение При необходимости мы можем раскрутить эту гайку и вытащить трубу в эту сторону Тут мы уже измерили, уровень воды здесь будет 14 сантиметров Как раз по этому уровню будет находиться решетка Это два разных типа пластика, они никаким клеем не смогут склеиться Поэтому мы используем обычную изоленту Никаких тут нагрузок, давления не будет, поэтому изолента вполне подходит для таких целей И просто надеваем Ну и следующий фитинг это выход внешнего фильтра Возможно мы здесь сделаем водопад, пока еще не точно Склеим Вот эти вот части Вот это вот Продолжение следует... Продолжение следует... Затягиваем гайку... У нас будет подключаться вот такой вот шланг от стиральной машинки... Который уже пойдет в канализацию... Которую мы пока еще не проложили... Продолжение следует... Продолжение следует... С этой стороны все... С этой стороны мы оставляем пока просто трубу... Когда мы решим, будет здесь водопад или нет... Мы уже поставим либо здесь какую-то штуку, которая будет направлять течение... Либо тройник, чтобы часть воды шла на водопад... Часть на выход в воду... Теперь смотрите, почему мы сделали эти фитинги в задней стенке... Обычно фитинги сверлят в дне... Во-первых, это более красиво, их не видно, легче спрятать... Эти мы тоже спрятим камнями... Но тем не менее... У нас здесь предстоит замена тумб... А переставить готовую банку с тумбы на тумб... И с фитингами в дне практически невозможно... Придется ее поднимать в воздух... Весить это будет много... Тут будут камни, вода... Воду, конечно, можно слить... Но все равно килограмм... 150 точно будет... Поэтому решили просверлить просто заднюю стенку... А при перестановке банку с тумбы на тумбу просто передвинуть... На сегодня у нас с этой банкой все... В следующий раз мы будем уже делать здесь декор... Будем составлять композицию из камней... И, наверное, уже подключим опрыскивание...